Еще несколько месяцев назад о красочном киоске с говорящим названием «Флористка» Оксана Антипова могла только мечтать. Средств для того, чтобы превратить хобби в дело жизни, не было. Поэтому долгое время женщина была уверена, что ее мечтам не суждено сбыться. Но будущая предприниматель решила испытать удачу и, собрав необходимые документы, обратилась в соцзащиту с просьбой подписания социального контракта на развитие предпринимательской деятельности. Я попробовала справки. У меня все прошло. Была комиссия муниципальная, затем областная. И вот уже как в апреле месяце я обратилась в социальную защиту, в мае месяце мне уже одоблили соцконтракт. Общими усилиями составили бизнес-план, закупили оборудование и сырье. И уже через два месяца «Флористка» встречала первых покупателей. Мы совместно с соцзащитой, с Центром развития предпринимательства, сельхозуправлением, с Центром занятости, мы уже помогаем людям реализовать все свои планы в реальность. То есть мы ведем от момента консультации, сдачи пакетов документов в социальную защиту до получения денежных средств. И затем ведем уже на протяжении всего действия социального контракта. Социальный контракт могут заключить граждане, в семье которых имеются лица, получающие доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом максимальный размер финансовой помощи достигает 350 тысяч рублей. Сумма помощи зависит от направления соцконтракта, развития предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, преодоления трудной жизненной ситуации или поиска работы. В этом году в регионе будет заключено 4232 социальных контракта, 70 из которых жителями Барышского района. На реализацию соглашений выделят 580 миллионов рублей.